Выборы депутатов Госдумы будут проходить в три дня – 17, 18 и 19 сентября. Голосование пройдёт в два этапа, сообщил заведующий консульским отделом посольства Сергей Алексеев. Первый этап – это досрочное выездное голосование, которое пройдёт с 3 по 16 сентября. Будут голосовать военнослужащие 4-й военной базы, пограничного управления и члены их семей. Это связано с особенностью несения службы и отдалённостью некоторых точек, на которых они находятся. Поэтому для них выделен отдельный период голосования. И второй этап – он будет уже организован для всех граждан Российской Федерации, которые проживают в Южной Осетии. В эти дни будет организовано выездное голосование также для отдельных групп граждан, которые проживают в отдалённых районах, которые не могут посетить избирательные участки вне голосования. Хочу сразу сказать, что люди, которые не могут прийти на избирательный участок, могут не волноваться о том, что они вдруг не смогут проголосовать. Они в любое время могут подать заявление с 9 сентября до 2 часов дня, 19 сентября, своё заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию. И к ним на дом выйдет члены участковой избирательной комиссии и позволят им проголосовать. С главами районов работа вся уже проведена, необходимая. До них все эти сроки доведены. И непосредственно конкретные дни и время голосования они уже сами доведут до жителей этих отдалённых сёл и районов. Голосовать имеют право граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, который он предъявит члену участковой избирательной комиссии или документ, его заменяющий, по которому гражданин России вправе пребывать на территории Южной Осетии. Это может быть заграничный паспорт, свидетельство на въезд в Российскую Федерацию, дипломатический паспорт, служебный паспорт. В условиях заграницы, Южная Осетия заграница для россиян, то здесь в первую очередь российский заграничный паспорт подразумевается. Даже если он просрочен, даже если он не действует, срок его действия истёк, всё равно он будет принят к рассмотрению и никто не откажет. Если его нет, можно проголосовать по внутреннему российскому паспорту. И в самом крайнем случае, исключительном, если у человека нет никакого российского паспорта, никогда не было, но при этом где-то дома завалялся паспорт СССР образца 1974 года, которые выдавались в то время, и в этом паспорте есть определенные условия, подтверждающие, что он является гражданином России, тогда он может его использовать, может с ним прийти. Но чтобы было чёткое понимание, какие это условия, то сразу хочу отметить, что в паспорте, на обложке паспорта на фарзанце, делалась типографская отметка и вручную заполнялась о наличии у человека гражданства Российской Федерации. Мог быть выдан вкладыш о гражданстве, в котором указано наличие у него российского гражданства, или же в паспорте есть отметка о прописке на 6 февраля 1992 года на территории Российской Федерации. Если эти условия соблюдены или какое-то одно из этих условий, то человек может взять этот паспорт с собой на избирательный участок. Сергей Алексеев подчеркнул, что зачастую многие граждане просят проголосовать за соседа или родственника, который по той или иной причине не смог прийти на избирательный участок. Сразу хочу сказать, что категорически запрещается выдавать второй бюллетень не участнику голосования. Если такая ситуация возникла, бабушка по инвалидности, по состоянию здоровья не может прийти, она или самостоятельно, или через своего представителя, соседа, внука обращается в участковую избирательную комиссию и к ней выезжают на дом. То есть это будет выездное голосование. Но ни в коем случае не будут выдаваться вторые бюллетени одному и тому же человеку. Только в том случае, если он его испортил. Если он пошел в кабину, начал голосовать, поставил мне там галочку и считает, что хочет проголосовать за другого кандидата, то он может вернуться к члену избирательной комиссии, у которого получил этот бюллетень, и получить другой бюллетень, а этот будет считаться недействительным. То есть он будет погашен и человек проголосует уже по другому бюллетеню. Но голосовать, повторюсь, можно только один раз. Если кто-то захочет голосовать два раза, например, сходить на один участок, потом на другой участок, то для таких людей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за это деяние. И если это будет выявлено, то человеку может грозить как штраф за административное правонарушение, так и уголовная ответственность до трех лет лишения свободы. Поэтому особо обращаю внимание всех граждан, чтобы они добросовестно себя вели и ни в коем случае не позволяли себе нарушение законодательства. Голосование будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, что позволит сделать голосование максимально безопасным и исключить скопление большого количества избирателей в помещениях для голосования. Алена Утаева, Азамат Кудзев, Заримарсоева. Информационный выпуск сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok